Донбасс Признак тоталитарного государства в том, что теперь все как один должны быть в политике именно той, которую проводит власть, именно той, которая угодна власти. И любое нейтральное поведение будет считаться преступным. Я ненавижу российскую власть. Я ненавижу человека, который называет себя президентом, сувереном. Я знаю, что весь мир с Украиной. И Украина права, и весь мир тоже прав, что поможет Украине. Украина справится, вот Россия больше не будет. Субтитры создавал DimaTorzok Открыл телеграмму, увидел, что происходит. Я не могу ощущения описать. То есть я уже, в принципе, понимал. Я и на пикете был, 23-го стоял, то есть своим плакатом антивоенным. То есть я уже понимал, наверное, что это произойдет, но я не думал, что это будет на следующее утро. И я не могу описать. Я помню, что я разбудил жену. И, честно говоря, я даже заплакал. Я объяснил, что произошло. То есть это, не знаю, это настолько ужасное было чувство. Без всякого повода за каждый чих людей предупреждают, присылают предостережения, привлекают с абсолютно по надуманным поводам к ответственности административной, которая по нынешним законам влечет повторно или там два надо в течение года уголовную ответственность. Вот это то, что называется тоталитарным государством и то, что называется вообще фашизмом почти. Вот, на мой взгляд, мы идем к этому. Украинцы свободны уже в том, что они могли выбирать, и это было по-настоящему. Мы последние 20 лет не выбирали вообще. И если бы хоть одна какая-нибудь зараза скажет мне, Суфь Юрьевна, где вы были эти 8 лет? Я вам скажу, что делал голос последние 8 лет, последние 15 лет и последние 20 лет. Мы пытались каждому потенциальному избирателю сказать, что нельзя голосовать стадом, нельзя фальсифицировать. И если граждане на это идут сознательно, то пусть теперь не жалуются, что в магазинах нет продуктов и что их близкие на Украине погибают. У меня есть люди, которые мне по сердцу, по духу ближе, чем даже родственники. И это мои коллеги, во-первых, по голосу, во-вторых, девочки Ксюша и Аля Середа. Они в течение 10 лет участвовали в нашем проекте, замечательном проекте, который проходил в Рязанской области, лагерь «Гражданин мира». Это тренинг, поход, путешествия, перемещение на байдарках и катамаранах по речке Пре, по заповедным местам. И в путешествии мы изучали права человека. И вот сейчас Ксюша, младшая, должна скоро родить. Она на сохранении в роддоме. И она лежит в роддоме, и она слышит бомбежки. И она знает, что по роддомам целенаправленно стреляют. Я могу сейчас заплакать, я прям прошу прощения. Она все это знает, понимает. Аля смогла вывезти своего ребенка. И там еще часть семьи. Вместе с мужем они доехали до границы в первые дни войны. Муж на границе их проводил, они обнялись. И теперь Аля, не знаю где сейчас, недели полторы жила в Румынии, в семье, которая их приняла. И она пишет такие посты, от которых не рыдать вообще невозможно. И Ксюша, и Аля это делают. Они пишут, да, что мы выросли как личности в Рязани, но мы ненавидим русских. Мы ненавидим русских. И нам есть за что. Единственное, что меня связывает в личном плане, это поездка на Украину в 15-м году, когда я там наблюдал выборы от «Голоса». И надо сказать, что уже тогда, а это 15-й год, как раз после событий 14-го года, когда видели при регистрации на избирательных участках мой молоткастый серпастый паспорт, надо было видеть у людей изменившиеся совершенно лица. То есть это очень неприятное было ощущение быть тогда гражданином Российской Федерации и с этим паспортом ходить. Вот это жутковатое было ощущение. Но когда ты постоишь 5 минут и поговоришь с этими же членами комиссии о том, как ты воспринимаешь все, что происходит в нашей стране, на Украине, отношение к ДНР, ЛНР, Крыму, становишься своим. Я все последние годы наблюдал за тем, что происходит в Украине и, так скажем, морально поддерживал украинцев в их стремлении к свободе, к лучшей жизни. Я думаю, что они встали на верный путь. Я считаю, что это стопроцентное вторжение в суверенное государство. Вот Россия напала на Украину. Совершенно вероломно, подло напала. Это ужасно. Это трагедия. Я просто все это время сначала этой спецоперации нахожусь просто, наверное, в депрессии. Очень сильно. И я не знаю, как с этим даже дальше жить. Я не знаю, как жить в этой стране, наверное, уже теперь. Я ужасно к этому отношусь. Мне очень больно. Я сдерживаю слезы, когда говорю об этом с кем-то, но я их не сдерживаю, когда остаюсь сама с собой, потому что, наверное, мне проще проплакаться для того, чтобы потом взять себя в руки и сказать, все отлично, все нормально, мы живем дальше, мы обязаны выжить в этой ситуации. И как бы нам стыдно потом не было, мы обязаны восстанавливать и свою страну, и я не знаю, как нам каяться перед украинцами, но и им помогать тоже, потому что война однажды закончится. Верю, что это очень недолго будет происходить. Потому что весь мир сегодня оказывается наш враг. А враждовать со всем миром в той степени интеграции и в экономическом смысле, и в общественном, и в политическом, в которую мы за 30 лет уже вошли, мы интегрированы бесконечно в этот мир, невозможно в изоляции существовать. Пострадаем мы, мы заложники большинства населения. Но эта власть сгинет, на мой взгляд, и очень скоро. Я вправе об этом говорить. Почему я могу об этом говорить? Ну, потому что я, наверное, просто человек, и я не то что могу, я, наверное, обязан об этом говорить. Очень жаль, что никто этого, правда, не слышит. Вот это самое большое мое, наверное, разочарование в этой ситуации. Вот, как раньше я выходил в пикет и думал, что мой плакат заставит кого-то задуматься, может быть, поменять свое мнение по какому-то вопросу. И я понял, что ничего не происходит. Люди совершенно обезумели. И, ну, наверное, большая часть населения нашей страны. Вот. И достучаться сейчас до кого-то практически невозможно. Вот. А говорить, да, говорить мы об этом в любом случае должны. Ну, по крайней мере, для того, чтобы хотя бы себя, что ли, наверное, не потерять в этой ситуации. Потому что я говорю, от всех разговоров эффекта уже почти никакого. Единицы только понимают, что происходит, а все остальные просто за какой-то бетонной стеной. Они ничего не слышат. Субтитры подогнал «Симон»